Далее по оперативным направлениям пройдемся. Волынское, Полесское, Сиверское и Слобожанское направления. Здесь ситуация без изменений. На Волынском и Полесском направлениях группировки не формируются, мы не наблюдаем. Ситуация не изменилась, она остается стабильной и контролируемой. На Сиверском и Слобожанском направлениях продолжаются обстрелы всех трех областей. Сумской, Черниговской и Харьковской. За последние сутки пострадавших нет, но тем не менее обстрелы нашей территории продолжаются. На линии фронта в Луганской области идут бои. Противник пытается проводить наступательные действия, особенно на Купинском и Лиманском направлениях. Успеха не имеет. Я так понимаю, они пытаются растянуть силы. Смотрите, Бахмут мы более-менее стабилизировали. Они ничего уже не могут сделать с Бахмутом. Да, и даже из того, что они там продвигаются на 100-200 метров на каком-то отдельном участке в Бахмуте. Или на его флангах, на северном и на южном. Но успеха это им не приносит. И несмотря на то, что ситуация в самом городе, там где они рвутся к центру с трех сторон, с севера, с востока и с юга, все равно у них успеха нет. Поэтому они пытаются на сегодняшний день активизировать боевые действия на Купинском и Лиманском направлении. Они пытаются наступать в сторону Лимана, они пытаются наступать в сторону Купинска на севере. Но это успеха им не приносит. Мы отбиваем все атаки и растянуть силы обороны Украины у них не получается. Я думаю, что это основной задум, чтобы Авдеевка особенно активизировалась в последнее время и Купинское направление особенно активизировалось. Это попытки Российской Федерации заставить нас перебрасывать резервы с Бахмута. Там мы вроде как стабилизировали ситуацию, теперь они начинают активность на других направлениях. И мы вроде как должны повестись на вот эти вот их попытки атаковать. Но мы не ведемся. Мы продолжаем вести оборонительную операцию. И, насколько я понимаю, довольно успешно. Сегодня даже президент Украины побывал в районе Бахмута, вручал награды военнослужащим. Отмечены были в том числе и военнослужащие 93-й бригады. Этот номер промелькнул в средствах массовой информации. Хотя западные источники говорят нам немного об обратной ситуации, что Россия готовится к новому наступлению на Донецком направлении. Как оно будет выглядеть, трудно сказать, потому что мы не наблюдаем формирование какой-то ударной группировки. Если только в состав этой группировки не вольются танки, которые были замечены на эшелонах в Российской Федерации, они движутся в сторону Украины. Это танки Т-54, Т-55. Странно, очень странно, что они снимают именно 50. Это танки, которые стоялись на хранение еще когда Сталин был живой. То есть, представляете, сколько лет этим машинам. И вот эти Т-55, Т-54 движутся в сторону Украины на платформах. В принципе, наше предположение, и в том числе и мое предположение о том, что не ровен час мы увидим 34-ки с красными знаменами на башнях, на полях сражения. Он начинает потихонечку, потихонечку приближается к своей реализации. Если удивительный вопрос, единственное, что надо будет, постараясь я в ближайшее время разобраться, поспрашивать информацию, почему россияне пропустили 62-ки, почему пропустили 72-ки, почему пропустили 80-ки. Или там совсем все плохо с техническим состоянием, отсутствием запчастей. И они решили пойти глубже в историю и снять с хранения Т-54, Т-55. Ну, посмотрим. Также британская разведка нам дает довольно-таки оптимистичное сообщение, что наши войска не просто держат оборонительные рубежи на Бахмутском направлении, но и провели небольшое локальное наступление для того, чтобы ослабить давление российских войск на трассу Н-32. Это основная трасса снабжения вооруженных сил Украины, которые обороняются в самом городе Бахмут. И пишет британская разведка, нам сообщает об этом, что наша контратака на этом участке была довольно успешной. Мы отодвинули врага и более-менее обезопасили трассу, которая снабжает гарнизон города Бахмута. Вот такие вот военные события. Как общий итог можно сделать следующее, что в течение прошедших суток глобальных измерений на линии столкновения нами не зафиксировано. В основном идут тяжелые бои на Купенском направлении, на Бахмутском направлении и на Авдеевском направлении. А так линия фронтовая стабильна и фактически никаких изменений не претерпела. Из урожая наших сил обороны за прошедшие сутки силами обороны Украины было ликвидировано 920 российских захватчиков, уничтожено 5 танков, 8 боевых бронированных машин, 3 артиллерийские системы, 2 реактивные системы залпового огня, 2 системы ПВО, 16 беспилотников, 2 ракеты, 6 автомобилей и 4 единицы специальной техники. Вот такой вот сегодня богатый, я бы сказал, особенно на технику урожай. По личному составу мы привыкли, что примерно до плюс-минус такое число каждый день наши войска наносят поражение российским оккупантам. Ну и это что касается военных новостей. Да, сегодня Севастополь не спит там с 4 утра, там постоянные взрывы, никаких комментариев официальных от нашего командования пока нет. Но в 4.40 в Севастополе начался Армагеддон, стрельба и стрелкового оружия, стрельба пуски систем ПВО и взрывы. Причем взрывы были такой мощности, что в прибрежных районах, точнее в приморских районах, которые расположены ближе к морю, повыбивало окна и двери. Такие были мощные взрывы. Крымские власти сообщают, оккупационные крымские власти сообщают, что якобы была атака дронов морских и воздушных и они ее успешно отбили. Но если они успешно отбили, то тогда у вас взрывается береговая линия и объекты на береговой линии. В районе города Севастополя. Так что вот такая вот там неспокойная ситуация. Кстати, некоторые радиостанции Крыма начали уже передавать сообщения о рейсах на случай экстренной ситуации. Об эвакуационных рейсах на случай экстренной ситуации. Ну а я скажу так, что по-хорошему, а и говоря там, что не забудьте тревожный чемоданчик собрать, так вот собирайте тревожный чемоданчик, но и кто за Россию, тогда лучше воспользоваться сейчас эвакуационными рейсами, чем потом в панике, как в 17-м году белогвардейцы бежать из Крыма на всех плавсредствах. Вот. На всех плавсредствах, которые будут отходить от причалов и пирсов. Поэтому подумайте сейчас, примите решение. Сможете вы остаться в Крыму и нет ли за вами шлейфа преступлений, в том числе и коллаборации, чтобы не отвечать потом перед украинским законодательством, когда Крым вернется в юрисдикцию Украины. Как это и было до 2014 года. Поэтому думайте. Крым вернется в Крыму Субтитры создавал DimaTorzok